Изъяли лекарства и вещи, режим РФ продолжает издеваться над крымскими политзаключенными. У крымчанина сервера Мустафаева в СИЗО изъяли лекарства и личные вещи. Российский суд не увидел в этом нарушении его прав, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Крым». Реалий, российский суд отказал в апелляционной жалобе осужденного России крымчанина сервера Мустафаева, пытавшегося обжаловать решение Рязанского суда по иску в Рязанский СИЗО-1 в РФ, где его ранее содержали во время транзита в исправительную колонию в российском Тамбове, говорится в сообщении, юрист Лиля Гемёджи рассказала, что во время пребывания Мустафаева в СИЗО-1 был зафиксирован ряд нарушений его прав, в частности, у политзаключенного была изъята машинка для стрижки волос, религиозная литература, лекарственные препараты. Более того, мужчину не кормили в соответствии с законодательными нормами, ему не разрешали разговаривать во время звонков с семьей на крымско-татарском языке. Все это стало основанием для подачи исков следственный изолятор номер один, утверждает Гемёджи, в настоящее время защита Мустафаева планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции. Ранее Рязанский суд отклонил иск Мустафаева, отказавшись приобщить к делу о нарушении его прав все имеющиеся письменные доказательства и свидетельские показания по этому поводу, следует отметить, что сервер Мустафаев, координатор общественного объединения, Крымская солидарность. Его арестовали силовики РФ в 2018 году после обысков, 16 сентября 2020 года в Южном окружном военном суде в Ростове на Дону крымского правозащитника приговорили к 14 годам лишения свободы, обвинения против них приобщили к Бахчисарайскому делу Хиспу Тахрир, уточнили напоследок в сообщении, крымские политзаключенные. В начале октября стало известно, что Россия незаконна и принудительно этапировала братьев Асана и Азиза Ахтимовых и Наримана Джелялова из временно захваченного украинского Крыма. Ранее сообщалось, что российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков. Тогда в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму крымских татар, прошедших в домах, были задержаны и вывезены в неизвестном направлении 5 человек. Недавно Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них – крымские татары. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.